По совести Белкина Пить чистую водичку есть что? Правильно полезные продукты Итак, у нас в гостях участники автопробега «Резервы человечества» Это актер, каскадер Алик Гульханов и общественный деятель, путешественник Владимир Щербатюк Алик Владимир, я вас приветствую Замечательно, здравствуйте, здравствуйте, мальчишки, здравствуйте Здравствуй, Белкин Здравствуйте, вы Белок уважаете сразу? Конечно, Белкиных, да Чтобы говорили на одном, как говорится, языке, Белочий язык знаете? Конечно, конечно Вы знаете, мы в Омске, в Омске был день города И по городу везде такую, ну, такую импровизированная огромная какая-то штука на колесах И был машина А Белки какие были? Семейство Белок? Да, 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 это не получилось, ну, такой экспромт у нас Так что ваши родственники Белкин, у тебя там родственников нет? У меня везде есть родственники Я, как говорится, нашалил Ну, ладно, не об этом, значит, мы с вами сработаемся Так точно Расскажите о своих похождениях, о своих путешествиях Стартанули вы в Сочи Закончили во Владивостоке Это больше 10 тысяч километров От моря до моря Больше 11, наверное, скорее всего Ну, он как бы бит был на несколько То есть формат Сочи, Москва, Владивосток То есть считайте, сколько городов проехали, да? Мы обратно поехали Мы старались убирать разными дорогами, чтобы больше увидеть, больше услышать Огромное количество людей, огромное количество каких-то новых друзей завели Видели столько, что... Какая Россия-матушка большая, да? Огромная? Огромная, огромная Белкин, ты даже не представляешь, какая она огромная Я представляю Я представляю Цель вашего вот этого автопробега какая была? Себя показать, новую увидеть? Ну, это, во-первых, год экологии Естественно, нам пришлось в этом формате, не пришлось, мы и хотели Знаете, мы ехали, ну, посмотреть, во-первых, великую страну Страна действительно самая большая, самая красивая А какие люди? Добрые? Да Или не разные? Год экологии, наверное, все-таки наше главное богатство – это люди Вот, и вот формат выбран был такой, то есть мы стартовали на ретро-автомобилях, известные люди А чем же богатые люди? Люди? Чем богатые люди в России? Вы даже не представляете? Добром или чем? Добром или чем? Духовностью Духовностью Везде разные, да? Вот расскажите, они везде же разные люди, да? А вот экология своим отношением к природе, кто богаче? Где лучше относится к окружающей среде? Вы имеете в виду по нашей стране? Конечно, да Конечно, вы же по нашей стране ездите По регионам, да? По регионам, если мы все-таки возьмем этот автопробег как пример Ну давай эколог Я так скажу, вот, знаете, видно по дороге, по придорожной территории и по местам, где мы были, видно, кто руководит губерной, кто руководит городом И это как-то мгновенно чувствуется И люди в этих местах, где вот ухоженная территория, и люди такие же Это вот Башкирия, это прекрасно, Викатеринбург, Татария Там практически все на самом деле, скажем Есть места проблемные до такой степени, что надо о них кричать, и это надо делать, наверное, какой-то... Подмосковье, скажем, красиво Что в Подмосковье больше всего понравилось? Да какие места у нас красивые, ну расскажите А чем? Красногорск, например, понравился Да, чисто, красиво, интересный город Я вообще сам как-то с Питера больше, ну, давно-давно, лет уже сто переехал в Москву Да, в Питере как? Да, и был вот сейчас, например, даже очень приятно удивлен Хотя мой товарищ народный артист Владимир Симов давно взял меня к себе в гости, он здесь живет у вас, да? Вот, и я обрадовался, да, приятно, город, красиво, главное, какие красивые девушки, самое главное, Белка, тебе повезло С девушками, что ли? С девушками А скажите, вот как... Тут я Белочки ловлю, понимаете, сразу же Вы разговариваете с ними Вы в заповедниках были? Бывали, бывали Ну, как там расскажите про заповедники? Например, олени ручьи Чисто там? Да, 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 чисто Стараюсь, по крайней мере, по мере возможностей, уходы, по мере возможностей следят за всеми Дышится хорошо, воздух хороший? Да, вообще, ни в одной стране мира не так легко дышится, как у нас, кстати, хорошо Экологически чистого воздуха Да, это тебе Белка на заметку Это такой, скажем, дух патриотизма Это, знаете, я проехал по многим странам мира, снимаюсь, короче, в основном всегда снимаюсь с отрицательными героями, негодяями, почему-то всегда за границей, да, и жили практически от месяца до полгода Это вас за границей так видят, скажем, как россиянина, да? Это нас видят здесь, здесь меня видят продюсеры, режиссеры, как негодяя, злодея, отрицательные герои отправляют почему-то за границу сниматься, да, продолжение своей роли, как бы там, каких-то, ну, понимаете, да? А сюда я приезжаю, реально отдыхаю, здесь я понимаю, что... То есть там вы негодяи, здесь хорошие? Здесь я очень хороший А там это только кино тоже, да, негодяи Да, воздух так влияет, и наши замечательные чистые места Экологические, ну и белки, естественно, только у нас такие ручные белки в радио Ну и на телевидении, кстати Я бы хотел добавить... Нет, у нас есть лицо ручные белочки? Есть, да? Да, уже приручили, спасибо вам, люди, большое, вы нас кормите, подкармливаете О, вы, 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 вы Спасибо вам огромное Да, кстати, это чувствуется, кстати, и то, что вот сейчас делается и в Москве, а тем более в Московской области, многие парки А я хотел бы рассказать, конечно, по дороге То есть, вы, кстати, мы приехали в Красноярск Там есть соповедник Столбы И мы были удивлены, в выходные дни Там половина города идет с рюкзачками, туда идут, беседуют Я думаю, этот формат, как бы, и здесь бы у нас бы где-то найти такие места красивые А рюкзачки зачем? Что в рюкзачках? Вы не поверите, Белка, там никто не ссорит, лазят по скалам И люди с семьями, реально чисто вот... Экотуризм вот это направление, да? Сейчас очень сильно развивается Тысячи людей, то есть это вот просто... Это вот мы видели в Екатеринбурге, в Красноярске, вот так вот именно выходной... Люди в выходной день семьями идут отдыхать, именно какой-то заказник, заповедник Такое природное образование, видимо, красивые какие-то места подбирают под это Там созданы все условия, ну, то есть простейшие вещи, где машину поставить и так далее И люди семьями едут, просто идут и гуляют Не просто вот там где-то идти... Поодиночке, да, а семьями Да, я вам скажу, хочется за Подмосковье сказать, я как житель Подмосковья Давай, 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 Подмосковье Да, да, у нас Битерский район, например, вообще великолепнейший район Советую приезжать всем туда И экотуризм, и эколыжня, и эковосхождение Эколыжня какая, да? Естественно, да Экотуризм какой, эколыжня А что такое эколыжня? Ну, эко-прохочу называется Это вот везде уже слово эко теперь, да, добавляется Теперь эко-представка эко Эко-фильма теперь даже я там показываю, кстати А что такое эко-фильма? Рогачева заезжает Что показывается в рамках эко-фильма? Во-первых, фильм создан на базе, значит, наше путешествие То есть мы делаем... Экологическая пленка, да? Пленка экологическая, строго его можно потом съесть после того, как посмотрели Вот Да, он чисто-чисто, вот на основе желатина сделан, так что... Замечательно, да Замечательно, технология отдыхает Вы на ретро-автомобилях путешествовали Мы стартовали на них и финишировали Ехать по стране, страна у нас немножко большая И, соответственно, доехать туда А в итоге на чем ехали-то все-таки? Ехали на автодомах, к сожалению, забрубежного производства Большое будет, чтобы у нас что-то такое подобное делалось У нас нет, у нас из этого, из картона их дома Знаете, я хочу сказать, да, вот по путешествию Да, у нас же задача, например, у него, он как вот один-единственный, может, даже в России, который управляет автокемпингом То есть он на себя опробирует все наши дороги, да Рассказывал потом, что у нас все безопасно, все отлично, хорошо Его дом не доехал, на середине Красноярска, края К сожалению, по нашим дорогам, как капитан Яфы... Таких домов на самом деле много В общем, вы не только окружающую среду, скажем, продиагностировали Да, вы сейчас и дороги еще тоже проверили Далее у нас Елена Гришина, например, она уроки экологии в школах проводит, там, среди молодежи То есть мы встречались, я там, свой фронт работы, это, значит, армия, кино, детские дома То есть у нас не просто путешествие было, у нас мы по направлениям шли Антолий Васильев, замечательный фотограф, путешественник, который пять раз, можно сказать, обошел известнейший путешественник Второго ранга запаса Но он впервые прошел вот это путешествие по-сухопутному Вы представляете, да, у нас... То есть по земле... А результат вашего путешествия можно где-то посмотреть? Огромная фотовыставка, да, это будет... Когда вопрос? Это будет 6... 8 числа... Приглашаете? ...ноября, да, будет в ЦДХ Я принял С 14 до 16 часов В ЦДХ будет выставлен итог нашего путешествия И там на фотоработы огромное будет панно И мы, у нас будет клуб, он называется Пилигрим А что-то из Подмосковья будет там? Конечно А что будет вот на выставке? На этой представленной... Мы делали полукруг такой по Подмосковью Ну, собственно, знаете, потому что мы все-таки не местные все Да, то есть нам Сочи в меньшей мере волновал Там, конечно же, Россия Сочи тоже, конечно Сочи даже называют рить столицей сейчас Вы знаете, там тепло Вот в России, вот в августе мы, например, были в Сибири Вы не поверите Там уже было 4... Безусловно, страна большая, география широкая У нас и несколько часовых поясов есть Давайте все-таки к Дамасковью Какие фотографии будут представлены? Фотографии выполнены... Мы вот встречались, были в Андреаполе Вот буквально вчера вернулись Тверская область Это Тверская область, вы спрашивали Я вам хочу сказать, что это фотографии созданы, ну, как слайдовые Это как фильм смотришь То есть я ехал, я был от первого до последнего дня Я каждую секунду был там, душой тоже Я когда видел это все, заново как проживает Слезы, слезы были Поэтому я думаю, что, возможно, у нас есть такое предложение То есть это все обсуждается здесь То есть когда будет создан полный этот фотообъем То есть мы когда наберем ее, возможно, где-нибудь выставимся где-то здесь В правительстве Подмосковья Кстати, если вы нам будете в этом посодействовать Вы бы с огромным удовольствием приняли Белкин только у нас рулит в таких вопросах Я-то так... Ко мне обращайтесь, пожалуйста Сегодня все напишу, все позвоню, все сделаю Фотографии цветные, черно-белые? Конечно Ну, если черно-белые, то есть размеры Ну, а большие вот такого это какого формата? Какой будет размер фотографий? Ну, это фото-выставка Это профессиональный фото С размером пятиэтажного дома Главное, помещение найти для этой фотографии Фотографии, да, вот я с точки зрения кино смотрю Во-первых, должно быть смотрибельно, естественно То есть не обязательно, как аккурат, как говорится, старификация счетов А снимали красоту или вот есть и не красота А есть и не красота, но к этому тоже нужно привлечь внимание Конечно, например, уборка территории Мы вдоль дороги, вот когда пока ехали, мы убирались Мусор Вы прибирали мусор? Да, да, да Я расскажу, знаете Именно какой-то рассказик, нюанс добавляем Там прямо орден надо Да, вместе с ним Стоят люди, куча машин И посредине столик Ну, вот с такими лавочками Вот мы вылезли из домиков, значит Взяли пакетики, одели У нас Гришина привезла, такие у нас переднички были И мы при всех стали убираться Вы не поверите, все люди с интересом наблюдали Что же это? Переднички, боитесь замораться, что ли? Мы все фотографировали, эти мешки все аккуратненько сложили И представьте себе Они, люди, дождались, пока мы уедем Чтобы сесть на чистое место То есть до этого у них ума не хватало Значит, вот, и вы спросили, зачем мы ехали Наверное, вот, там, 10-15 раз А самый мурцерный какой регион? И самый чистый, вот, из тех, что вы посмотрели Сколько у вас всего было в населенных пунктах? Знаете, я вам скажу так, да В списке, которые вы увидели Десятки Сотни Мы шли сначала поверху от Екатеринбурга То есть, представляете, Екатеринбург Все-таки самые грязные и самые чистые можете выделить? Да Самое бедственное положение, где? Ну, там, где Подмосковье самое чистое Ладно, это у нас вести Чисто, благодаря мэру Чувствуется, мэр такой у вас сильно очень Да, и лавочки у зоны отдыха Согласись То есть, а урны для семечек, чтобы плевать Да, Белкин, да Вот такая простая, где-то заправка урна Машки, наши штуки с тобой Ничего сложного Почему не делается дальше? Вот, как вот, прямо чувствуете, знаете Регион переезжаешь, чувствуется по качеству дороги Заправки, улыбка Дороги самые хорошие, где? Не поверите, в Сибири В Сибири, причем, где нет вот просто дикая тайга Сотни километров нет людей, населенного пункта ничего И дорога, как вот Потому что машин мало Таня, вы не поверите, это правда Вот, где ехал Путин на желтом, на желтой Жигули Вот реально, эта дорога самая шикарная Готовили специально для нашего президента Но я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире Радио 1 по-прежнему актуальное экологическое папид-шоу По совести Белкина, с вами ведущий Татьяна Исакова и гражданин Белкин И нас можно не только слушать, но и смотреть Наш сайт radio1.news Напоминаю, что у нас в гостях участники автопробега «Резервы человечества» Актер и каскадер Алик Гульханов И общественный деятель, путешественник Владимир Щербатюк По совести Белкина Владимир, Алекс, все-таки путешествие было экологическое Что какие-то пробы, что чего-то брали Брали водички, воздуха, еды Почвы, там что-то еще, какие-то рейтинги составляли еще Помимо качества дорог и замусоренности С нами ехала известная подмосковная деятельность Член общественной палаты Московской области Елена Владимировна Гришина Елена, как она, член природопользования и, в смысле, за экологию И поэтому у нас с собой были достаточно серьезные оборудования По поводу, мы брали пробы воздуха Практически брали, ну, где-то, где выступали на радио Люди видели, слышали То есть у вас был стакан на всех, да? Нет, там было компьютерное оборудование И пробы без нашего вмешательства Сразу же по интернету отправлялись сюда В комитет по природопользованию То есть мы никакого, мы просто делали забор А знаете, интересно А итог уже какой-то есть после этих заборов? Все обрабатывается Еще пока неизвестно А когда будет известно? И что это будет? Какой-то, я не знаю, брошюра Какая-то карту составит Я хотел о другом сказать Где можно увидеть Вы не поверите, какие у нас люди Какие у нас люди Какие люди В 6 утра, мы, допустим, у нас старт в 7 утра Люди говорят, а можно мы приходили в 6 утра ждали Чтобы вместе с нами сделать пробы забора воздуха Чтобы какой-то билибей, по-моему, был То есть вы дышали Да Что это будет в итоге? Вот результат мониторинга, он в какую форму будет оформлен? Это будет какое-то, ну, как исследование Ну, я могу честно сказать Еще опережая У нас нечего бояться У нас реально страна Слава Богу Есть регионы, в которых есть небольшие вопросы Ну, несложно догадаться Там это Красноярск, Челябинск Это общеизвестные факты А в других Заводи У нас просто Зеро То есть воздух Ничего не сделает Да, давайте немножечко, как говорится Это, да, все хорошо Все хорошо Но хочется все-таки Вот я как гражданин страны Да, реально очень Давай правду матку Давай Говори Правду матку и без матки Короче, да Рассказываю Здесь у нас все на чистоту Вот длинное расстояние Особенно в Сибири, да А вы представляете Когда машина, мало ли Что-то, вот травмировалась машина Ну, как человек у нас Душа человека, да Вот эти подъемники Автоподъемники Они либо заварены Либо на ключ На всякий случай, говорю Вот ты можешь сотни проехать И вот И остаться То есть тебе никто не поможет А на дороге оставаться нельзя Его это потрясло, так? Да, меня лично Вот как Он пошел на заправку Выяснять отношения От начала до конца Почему вы так делаете? Что ответили-то? Так вы знаете Ну, на 500, на 1000 километров Нету места Где вот у нас оторвало Амортизатор на машине Мы заезжали на бордюры Мы заезжали на какие-то трубы Мы пытались поднять машину Ну, просто вот нереально В сервис Автодом не входит Он 3.05, 3.10 Ну, машины разные Они не входят в сервис по воротам Потому что, как правило Три метра высотой Недостаточная инфраструктура Для путешествия получается Конечно Конечно Чтобы белке было хорошо Где-то Как говорится Да нет Мы-то прыгаем Нам-то очень хорошо Качество топлива Мы-то есть Мы прыгаем Да И, знаете, люди Вот сами люди Они нивелируют это То есть Где-то какие-то проблемы Там технические Вот там Вот как У нас проблемы Решает один человек Да Есть люди, которые С улыбкой готовы Там машиномонтаже Готовы вам сделать Поменяют вам Что угодно сделают То есть Ну, конечно бы хотелось Чтобы это было как-то Но Сервисов все-таки Не хватает То есть Экология То есть Сервиса именно Отношения со стороны людей И вопросов Все-таки мы говорим Инфраструктуры Недостаточно Да По дорогам Но сейчас же Вот внутренний туризм Он переживает Скажем так Ренессанс И нужны Какие-то дополнительные Инвестиции Получается Чтобы бизнес Туда шел Вкладывал деньги Чтобы не только Дороги строили Инфраструктуру тоже Наконец Татьяна Мы подошли К тому вопросу Который я и хотел Поднять То есть Основная цель Наша Не только Экологический забор Проб воздуха Не только Патриотизм Не только Проехать Всю страну Посмотреть Но и найти Какие-то причины Почему Так Ну Короче Нужны Новые возможности Для развития Внутреннего Въездного Туризма Это Страна Огромнейшая Страна Прекрасная То есть Возможности У нас Для семейного Туризма Если кто-то Едет На таком Как вот Автодом Да Поехал Кстати Мы встречали В глубинке Казалось бы Где-то В Сибири На стойке Французов Встречали Англичан Ирландцев И других В общем-то Жителей Но этот туризм Разрастается Да С домиками И на колесах Много иностранцев В глубинке Прямо Семьями Семьями То есть Вокруг Байкала А что Что спрашивали иностранцы Что им интересно Кроме Байкала Ну Байкала Это вообще Фольклор Фольклор Народная Опять же Люди 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 Да И все что они едят Особенно местные Люди едят А что пробовали Ездили Есть какое-то Вот самое Вот я не знаю Больше всего Что вас поразило Проехали много И были Ну везде Владимир Владимир Он еще помимо Один из лучших Автокемперистов Да Он еще и Повар У нас по Как говорится Послужить было Все что вокруг росло Он на себя пробовал То есть срывал Ел Потом говорит Можно есть Не травили никого А потом мы ели То есть моя нежная Актерка То есть питались травой В основном Вы знаете Питал Вот такие белые грибы 100 метров Вы любите Грибочки я люблю Да и орешки Были места Где уже начиная С сентября Мерзлота Чуть отходили в стороны Красота вообще То есть Знаете Это вот Я вот вспоминаю Да вот Я вам только говорил Перед эфиром Мы месяц назад С Аликом купались В Байкале Ныряли Как стекло Холодно Это не то слово Но 3 октября Купались Да Вообще так Проблемы Байкала Планируется привлекать Тоже внимание Обязательно Обязательно Ну Воду еще пить Можно из Байкала Можно Можно Заходишь прям и пьешь Плывешь и пьешь Да Я правда говорю Серьезно Я вот так и нырял И так и пил Он кстати выпил почти Можно выпить Я думаю Что вот фото выставка То есть у нас После ЦДХ Потом там Большие планы Госдума И мы хотим Ее сделать Какой-то Постоянно действующей То есть это могут Люди Как формат Туда Приносить Свои какие-то Замечания Свои возможные Маршруты Действительно То есть Ну как бы Объединить людей Которые этим занимаются На самом деле Ездят десятки Тысячи людей Автопробег Ну совершают То есть мы ехали Встречали Целые группы Китай Вы не поверите Они оттуда приезжают Китай сейчас главный турист В нашей стране На Дальнем Востоке Очень много я знаю Эшелоны Они идут Эшелоны И да Близко приехать В Ростоке И корейцев много Китайцев много И вот вы спрашиваете Про Байкал Они представляете Какая красота Это красота Владивостока Я из Владивостока Вы не представляете Алтай У меня там есть Тоже родственники живут Я тоже знаю Там красиво Владивосток Так весь Весь из сопок состоит Да Мы кстати Можно сказать Мы же не просто Автопробег От моря до моря Мы до конечного пункта До Зарубина Краскина Краскина Это граница Корея Китая Россия Мы принимали С детишками Пообщались Киношки Показали То есть вот такое Знаете у нас был Интерактив Такой плотный Не из того что Мы такие прям С Москвы приехали А вот именно Рассказы Успели на открытие Владивостокского кинофестиваля У меня лично Три месяца От 6 июля Я уехал Я по ЦФО Мотался очень много У меня же помимо Соревнований Вы практически дома Ты не бываете Не был А сложно выделить Вот так взять Три месяца Три месяца Это первый вопрос Который задают Тут все Вот мы с кем Общаемся Говорят А как вы могли 7 октября Я прибыл 6 октября Мы в ночь Приехали на мой День рождения Я обещал жене У меня маленький ребенок Я вам говорил А у вас все-таки Семья есть Есть И она вас отпускает И грудной ребеночек Анна Владимировна Тоже есть Есть Ну вы наверное Скоро вместе будете Вместе будете Скоро наверное ездить Я так думаю Да Ну конечно Это вообще не обсуждается Прямо Хотелось бы еще сказать Что на самом деле Мы не просто ездили Мы помимо всего Встречались И с яхтсменами То есть мотались На яхтах Далее Мы летали на самолетах Это в Казани В Уфе Первушина Летали Представляете На двухместных Каштыки в Чите Например Да На двухместных Одном местном Этот автопробег Он был первый Пилотный Планируется дальше Традицию развивать Так точно Да А каким образом Создан арт-клуб Пилигрим На базе Морского арт-клуба Вот это Мы расширяем Чуть шире будет Это больше То есть это будет Это же Пилигрим Пилигримыч Владимир Пилигримыч Мы его называем Почему Пилигрим Почему Пилигрим Ну это люди Которые Пилигрим Знаете Нет Гришна Свойственно летать Этих людей Их видно в толпе Наверное Они почему-то Немножко Они другие Вот Я вот Почему-то Мне везет на встречу Мы куда не приезжали Встречали таких же Как мы Любители Планируете Следующий автопробег В этот же год В год экологии Или уже в следующий В этом году Наверное уже нет Ну три месяца Уже отъездили Конечно Это тоже сложно Зимой Куда поедешься Володь Подожди секундочку Давайте Кино все-таки Мы забыли Хотелось бы сказать Что из 32 людей Которые отправились В поход Вы говорите Про движение Мы только двоем Возвратились Остались все живые Остальные все Как говорится По дороге Духовно скисли Они не выдержали Не выдержали Не выдержали И мы двоем Уже на техничке Потому что все остальные машины У нас тоже Немножечко Повредились Вот мы двоем Приехали То есть Самые стойкие Единственное Как мне говорят Вы же Вы же не нормальный артист Я говорю Почему нормальный артист Мне хотелось Живьем посмотреть Вот моя мечта Детства Была проехать От моря До моря Это же такое счастье Увидеть своими глазами Не за Как говорится Стеклом экрана А именно своими Вот именно ногами Руками Чувствами В следующем году Планируется Что посмотреть Вот мечта Уже от моря До моря Исполнена В круга Светочку О Наездки На паруснике Надежды Я там краски Уже зачислен Нет Там я должен Просто немножко Шире рассказать Меня укачивает Машет Будет примерно Такой же Мы наверное Уделим Больше внимания Алтаю Тут же будет Так же По прежнему Будет экологическая Миссия У этого путешествия Патриотика Так же Экологическая Так же будет Детские дома Армии у меня Это никуда Не денется Мы в конце программы Обычно поем У нас вот Белкин Вы любите пить Ребятки Вы же наверняка Поете Это уже вот так Двоем Поете В путешествии А я могу Реплику ставить Белкин Вы не поверите Мы За вчера были В Андреаполе В простом городе Русском И представьте Были Юбилеи у человека Он сочинил Песню Москва-Ладивосток Она зазвучит Мы обязательно Постараемся Сюда ее Тогда действительно У нас Нашего автопробега Еще и будет Своя песня Белкин сам не пишет Он выбирает Уже известные песни Вы можете Мы потом прислать Ее потом Может и споем Давай Белкин Знаете От Волки до Енисея Это практически По вашему маршруту Да Вы готовы? Да Поверху Пойдем Улыбаются Ночь такая Замечательная Рядом с тобой Песня русская Мечтательная Вез за рекой И предъемчик Давайте От Волги До Енисея Ногами не счесть Километры Россия Моя Россия От Волги До Енисея Прекрасно Олег Спасибо О полете Замечательно Алик Владимир Спасибо В эфире Радио 1 Было актуальное Экологическое Папет-шоу По совести Белкина С вами были Ведущие Татьяна Исакова И мой коллега Соведущий Гражданин Белкин Нашими гостями Были участники Автопробега Резерва человечества Актер Каскадер Алик Гульханов И общественный деятель Путешественник Владимир Щербатюк Спасибо А можно реплику добавить? Хотелось бы сказать Дети из детских домов Интерната Учите географию Учите историю своей страны И вы тоже будете Такими же путешественниками Как мы Правильно Я думаю Это не только относится К детям Из детских домов Из интернатов Я думаю Это относится Как всем детям Любите свою родину У нас страна Такая прекрасная Такая замечательная И я добавлю И Белки добавляю И главное Чтобы все было По нашему как Как по совести Белкин Молодец По совести Белкина